Добрый день, меня зовут Галина Комарова и сегодня мы с вами поговорим о следующем важном этапе ухода за кожей лица. Это использование крема увлажняющего утром и питательного вечера. Для чего нам нужен дневной крем? Дневной крем мы обычно используем утром, после того как очистили с помощью очищающего средства молочко и протонизировали кожу. И обязательно на влажное лицо наносим дневной крем. Наносить крем на сухое лицо бесполезно, больше половины просто-напросто не усвоится. Поэтому очень важно обратить на это внимание и наносить на влажное лицо. Раз уж вы пользуетесь кремом, так пользуйтесь им, так чтобы он был эффективен на 100%. Дневной крем это питье для вашей кожи. Как правило, утром мы используем дневной увлажняющий крем. Кроме того, что этот крем увлажняет кожу лица, он еще и защищает. Согласитесь, мы с вами по улице голыми не ходим. То есть крем точно так же защищает нашу кожу лица от вредного воздействия окружающей атмосферы. Обратите внимание, посмотрите на свои руки, на свое лицо. Там всегда бывает чуть больше морщинок и кожа там бывает всегда чуть хуже, чем кожа вашего тела. Задайте себе вопрос, почему? Прежде всего потому, что лицо и руки у нас чаще всего открыты и на них воздействует окружающая атмосфера. Ветер, пыль, грязь, солнце, все это высушивает и портит нашу кожу. Поэтому обязательно утром дневной увлажняющий крем. Вечером мы используем ночной питательный крем. Самое лучшее, что мы можем сделать для своей кожи, это как следует ее накормить на ночь. Для кожи это очень полезно. То есть ночной питательный крем это еда для нашей кожи. Увлажняющий питье, а ночной это еда. И в то время, когда мы спим, наша кожа не спит. Она берет все самые полезные вещества из питательного крема и обновляется, идет процесс регенерации кожи. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что женщины в своих анкетах пишут, что они либо пользуются, допустим, питательным кремом утром, увлажняющим ночью, либо просто одним увлажняющим, либо просто одним питательным, либо вообще ничем не пользуются. Какая-то часть женщин не пользуется кремом на ночь, потому что считает, что ночью кожа должна отдыхать, а ночной крем ее сбивает. Это просто миф. Ночь наша кожа как раз готова работать, и ночной питательный крем для нее будет в радости. Поэтому, если вы хотите подольше сохранить молодость вашей кожи, обязательно очищайте ее, тонизируйте и используйте крема. К его возрасте используют все очень просто. До 25 лет, допустим, используется один увлажняющий крем. После 25 лет желательно подключать в свой уход уже питательный крем. Потому что резервы кожи начинают израсходоваться. Если вы хотите после 40 лет выглядеть намного-намного моложе всех своих сверстниц, тогда после 25 лет используйте ночной питательный крем. Даже если вы сейчас не используете никакой крем и считаете, что вы прекрасно выглядите, понимаете, ресурсы кожи, они не безграничны. Вы заставляете свою кожу работать на износ. Чем дольше она работает в таком режиме, тем больше проблем у вас начнет появляться после 40-45-50. Вы знаете, очень часто пишут женщины после, ну так скажем, 50+. Им очень хочется делать так, чтобы их кожа подольше выглядела моложе. Потому что есть еще силы. Поверьте, действительно, такие силы, есть энергии, есть желание жить. А лицо уже немножко расстраивает. Поэтому чем раньше вы начнете ухаживать за своей кожей, тем проще он будет потом поддерживать свою красоту.